Вчера вышел патч 3.0.0.3 и вышел большой выпуск статьи на этой неделе в Банже. Так что возвращаем рубрику с короткой зачиткой новостей на канал. Начнем с патча. Исправлена ошибка, из-за которой не отключался эффект длительного урона горстки пепла в ПВП. А значит теперь этот гранатомет снова активен в игре и им можно пользоваться. Устранены лазейки в использовании суперспособности варлока Заклинателя Теней. Речь идет о тех, например, роликах Глада, в которых 6 варлоков в стазисе спамили урон парейдовым боссам и боссам в гамбите и убивали их буквально за секунду. Урон при освобождении от стазиса снижен до 90 единиц здоровья. Ранее была цифра в 110, то есть теперь высвобождаясь от заморозки, вам будет наноситься меньший урон, которого хватит даже на оставшийся щит. Параметры бронестойкость сильнее будут снижать урон, поэтому повышение этой характеристики теперь стало более ценным. Но максимально ограничен этот эффект со стойкостью в 90 единиц. Значительная часть претензий к варлокам в пвп после релиза касалась его заряженной рукопашной атаки, поэтому скорость снаряда взрыва полутьмы уменьшена аж на 20%, а дальность полета снаряда с 28 до 18 метров. Длительность ярости зимы суператаки варлока сокращена аж на целых 6 секунд. Ощутимый нерв, не правда ли? Все три стазисные гранаты, кроме того, теперь замораживают других игроков не на 4,75 секунды, а только на 1,35 секунды. Это просто огромнейшая разница. Предыдущее время заморозки просто не оставляло тебе шанса, если тебя заморозили гранатой, ты труп. Теперь освободиться можно быстрее, а благодаря изменениям урона еще и с приличным запасом здоровья. Ну и еще одно заметное изменение. Тяжелая атака, ярости зимы, это все та же стазисная суперспособность варлоков, больше не поражает игроков, которых вы не заморозили. Это тоже очень правильное решение, иначе ульта была уже похожа на среднюю ветку пустотного варлока. Обращаю внимание, что эти изменения направлены на пвп баланс, так что в пве многие из этих цифр окажутся другими. Ну и почти наверняка изменения могут потом коснуться и других классов, хотя и я не уверен, что это необходимо. От себя же отмечу, что я крайне удивлен тому, как быстро разработчики среагировали и начали действовать, а не откладывать ребаланс на потом. За это вот прям спасибо. Из других изменений патча, исправленный налет крушения исхода вернули в плейлисты, сверхмощные награды за рубежи теперь дают шмот выше 1250 силы, а количество опыта от многоразовых контрактов исправлено на стандартное. Кроме патча, вчера же вышел TWAP, еженедельная статья от разработчиков. Мы, как всегда, сразу же писали в группе перевод этой статьи, но для тех, кто почему-то не читает и не подписан на группу, хотя ссылка в описании, давай исправляй, давайте пробежимся и в видео по главным заголовкам. Еще раз напомнили про гонку на рейде Склеп Глубокого Камня, которая начнется 21 ноября. Сила артефакта будет отключена на первые 24 часа, так что 1230 силы по шмоту будет нормально для всех этапов рейда. Если прокачаетесь больше, то преимуществ это вам никаких не даст. Кроме этого, Банжи анонсировали новую античит систему, через привязку номера телефона к учетке на Банжи.нет. Этап быстрой проверки учетной записи будет внедрен для бесплатных игроков, прежде чем они получат доступ к состязательному ПВП в Destiny 2 на ПК. Это касается режимов испытания Осириса, Железное Знамя и Выживание. А в будущем разработчики не исключают, что система будет внедрена и для других активностей. Как только эта функция будет запущена, игроки, играющие на ПК бесплатно, увидят в игре сообщение, которое поможет пройти процесс регистрации. Напомню, что действенность этой системы уже доказал опыт, например, Call of Duty Warzone. Можете почитать подробнее об этом в новостях. Могу и ссылку в комментариях оставить. А еще 24 ноября будет изменен лут пул легендарных наград. Из возможного дропа удалены награды, которые имеют неактуальный ограничитель силы. А также будет добавлено все оружие 7 серафимов из 10 сезона и планетарное оружие 11 сезона. Так что хоть как-то больше пушек, хоть и все равно старых. Ну и у меня еще есть вопросы о том, обновится ли лут пул на луне, потому что там все еще падает старье, которое прокачать нельзя. Вот такие новости. Повторюсь, я удивлен оперативности выхода фикса Варлока. Особенно в условиях удаленной работы студии. Так что тут можно только хвалить и надеяться, что и далее все решения будут приниматься так же быстро. А вот группе тестеров передаем привет. Куда же вы смотрели при заморозке в почти 5 секунд, а? Подпишись на канал Страж, если хочешь больше таких новостных роликов. И чтобы они выходили раньше, поставь лайк. До связи.